Всем огромный привет! Меня зовут Марина. И сегодня я хочу снять видео, такое болтологическое. Хочу снять видео на тему, где взять клиентов, где взять представителей и где взять бизнес-партнеров. Я себе, честно говорю, что накидала прям такой план. И хочу по плану просто вам рассказать свою историю, где я беру клиентов, представителей, ну и вот бизнес-партнеров у меня сейчас два. Сразу скажу, что я сейчас нахожусь в компании Avon на уровне К4. И бизнес-партнером я зарегистрирована с 2019 года. Давайте начнем, с чего же вообще началась моя история, где я беру клиентов для начала. В компании Avon я зарегистрировалась в 2014 году, либо в 2013, я уже точно не помню, но не позже точно. И для начала, конечно, я приобретала продукцию для себя. Первый заказ был исключительно для себя, мне все понравилось. До этого я продукцию Avon не пробовала абсолютно нигде, то есть я ее не приобретала. И вообще никогда у меня она в руках, так скажем, не была, в использовании тоже она у меня не была. Я зарегистрировалась, оформила первый заказ себе, и свой каталог, который мне пришел, я принесла на работу, где девчонки у меня тоже все посмотрели, сделали заказ. И, в общем-то, мы оформили уже второй, третий, последующие заказы. Я заказывала своим клиентам, так скажем, девчонкам, подругам, коллегам, знакомым. Затем, в 2019 году я родила ребенка и ушла в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, где сейчас, собственно, еще и нахожусь. И тогда я решила, что нужно как-то Avon развивать, наверное, чтобы не было скучно в декрете, потому что для многих характерен вот такой вот день сурка, когда все одно и то же каждый день. И я решила, что я буду делать заказы девчонкам, тоже также своим каким-то знакомым клиентам. Но один, два, три раза я человеку писала, например, тому, кто когда-то у меня оформлял заказ, что ты знаешь, я собираюсь делать заказ, может, ты что-то хочешь заказать. Человек мне писал там первый раз, да, хочу, там, вот это, вот это закажи. Второй раз он мне уже писал «нет, спасибо», а третий раз он мне просто уже не ответил. И, естественно, это напрягает, честно вам, признаюсь, это напрягает. И тогда я решила, что я создам в Вайбере сообщество. Создам именно сообщество. Обратите внимание, тогда, когда вы создаете именно сообщество в Вайбере, то вновь те люди, которые вновь добавляются, они видят то, что было до того, как их добавили в эту группу, в это сообщество, точнее. Это именно отличие сообщества от групп в Вайбере. Кроме того, в сообщество можно добавить гораздо больше людей, чем в группу. Так что, если вы планируете создавать какое-то такое сообщество или группу, то выберите в пользу сообщества, потому что это гораздо удобнее, и вам не нужно постоянно дублировать какой-то товар, который у вас есть, например, или ту информацию, которая есть. Так, секундочку, я тут компьютер выключу сейчас, чтобы он не шумел. Так, что дальше? И в это сообщество я начала добавлять тех клиентов, которые у меня есть, которые у меня были когда-то, то есть тех девчонок, которые делали у меня заказы. Кто-то остался в этом сообществе до сих пор, а кто-то вышел благополучно, то есть они больше в сообществе в этом не состоят. Кроме того, я начала добавлять в это сообщество, точнее не добавлять, а начала ссылку кидать на сообщество, в другие группы моего уже поселка, моего города, то есть где вы проживаете, кидаешь просто ссылку, и люди добавляются, то есть называешь там Avon в наличии под заказ, и все, и люди начинают добавляться в эту группу, в это сообщество. И таким образом вам не нужно каждому человеку надоедать писать, что вот я собираюсь сделать заказ, вот тебе электронный каталог, вот тебе тот и тот и брошюр, и какие-то акции. То есть вы вот в это сообщество уже кидаете различные какие-то полезные, то есть это и каталог, и брошюры какие-то другие электронные, то есть те, которые доступны именно для представителей, либо именно для клиентов. Но я для того, что там с 40% скидкой, например, я это ни туда не размещаю ни в коем случае, потому что все-таки это труд, труд любого представителя, и все-таки если я делаю скидку кому-то, то я делаю только небольшую скидку, а не ту полную скидку, которую получает представитель. Все-таки нужно уважать свой труд, я считаю. Во-первых, вы собираете заказы, во-вторых, вы их оформляете, нужно все додумать тоже, чтобы оформить нормально заказ, без всяких там косяков, плюс вы забираете заказ на почте, то есть много здесь моментов, которые как бы, то есть это мой выбор, я отдаю по цене каталога, либо чуть ниже делаю скидку, но не полную скидку представителя. Так, дальше, что еще? Где еще искать клиентов? То есть вот вы этих людей добавили, еще можно искать клиентов именно по продукции, то есть у вас есть какая-то вода, например, вода череш у вас есть, да вам нужно ее реализовать, вам нужно ее продать, возможно, она вам пришла по какой-то акции, возможно, вы ее заказывали именно для наличия, то есть неважно, как она у вас попалась, оказалось, вы должны ее реализовать. И вы также можете размещать ее вот в своем сообществе, где вы, ну, которое вы создали, либо можно размещать в сообществах вашего поселка, то есть вашего поселка, вашего города. Тот человек, который у вас приобрел эту воду, например, вы его тоже как бы стараетесь перевести в свои клиенты. То есть вы обязательно даете ему каталог, вы обязательно пишите на каталоге свой номер телефона, какие-то свои контактные данные, где вас можно найти, может, соцсети, может, еще что-то. То есть вывод это вот все, чтобы человек вам мог дать, так скажем, обратную связь, если он посмотрит каталог. Продон. Так у меня тут. То есть если он посмотрит каталог, он захочет уже приобрести у вас какой-то товар, какой-то продукт, и вы сможете уже в дальнейшем ему его продать, то есть перевести его в клиенты в свои. То есть пускай он будет там заказывать у вас один карандашик или еще что-то, но тем не менее он будет вашим клиентом. Так, следующее, что рекомендую вам, если у вас еще нет страницы в различных соцсетях, это и Одноклассники, и ВКонтакте, и Инстаграм, создать эти страницы и там уже продвигать свой товар, продвигать свои какие-то акции, опять же каталог, то есть именно продвигать свою продукцию. Потому что сейчас миллионы людей, просто все в интернете, все в соцсетях, и если вы будете там тоже развиваться, то это тоже будет здорово, и люди оттуда у вас тоже будут, они тоже будут вашими клиентами. Кто-то закажет по каталогу, кто-то приобретет что-то из наличия, кто-то еще что-то, но будьте готовы к тому, что именно результат, он не будет молниеносным, он не будет быстрым, то есть на это может уйти много времени, и на нарабатывание клиентской базы уходит много времени, действительно. Можно также, ну не забывайте о своих также знакомых, тех же подругах, родственников, кому вы можете это реализовывать, то есть предлагать продукцию, предлагать каталог, о них все равно не нужно забывать, не навязываться, им не стоит. Например, своим подругам я уже давным-давно не даю каталог, именно вот так вот встречаемся, ой, возьми каталог. Нет, если они у меня спрашивают, что мне нужно вот это, вот это и вот это, и может, мне даже все-таки каталог, там я что-то посмотрю, то без проблем, без проблем просто я даю каталог, естественно, они заказывают что-то. Но вот так вот, что каждый месяц звонить, писать, что я все-таки собираюсь делать заказ, что это надо тебе Так не нужно делать, вы просто оттолкнете от себя близких вам людей И поэтому все-таки нужно выходить уже на холодные контакты, на тех людей, которые у вас где-то в соцсетях находятся Человек вас сам, клиент вас сам найдет, ему будет комфортно с вами общаться, если вы ему понравитесь И если вы какой-то вот найдете общий язык с ним Так, следующее, что я хочу сказать В том же, например, ВКонтакте и в Одноклассниках есть группы Есть группы тоже продажи, это различные барахолки, это различные какие-то группы по реализации какой-то продукции То есть купи-продай и так далее, объявления Там тоже можно размещать ссылки, либо на свою какую-то группу Либо можно прямо размещать продукцию и тоже ее реализовывать Оттуда у вас тоже будут клиенты, старайтесь любого, в принципе, человека, который у вас приобрел продукцию Как-то заинтересовать, обязательно дать ему каталог, либо свою визитку какую-то, либо ссылку на свое сообщество У меня тоже люди, которые приобретали продукцию из наличия, я обязательно им ссылку кидала на свое сообщество Пишу, что вот здесь, смотрите, у меня есть сообщество, присоединяйтесь, я здесь тоже укладываю товар в наличии, у меня он есть И поэтому присоединяйтесь, может быть, вам будет интересно, если нет, то просто выйдите из этого сообщества Люди присоединялись и оставались со мной надолго Есть очень много людей, которые пришли вот именно через эти способы И они до сих пор у меня заказывают продукцию по каталогу без проблем, как бы это тоже работает Дальше Есть еще такой способ реализации продукции, как и поиск клиентов, соответственно Как сервисы Авито, Юла и тому подобное То есть подобные сервисы Я этими способами не пользуюсь, потому что в нашем поселке как-то вот это не особо все развито У нас вот в основном в Вайбере все продается Группы различные в Вайбере, там объявления, барахолка, купи-продай То есть их какое-то огромное количество Но вот я пользуюсь в основном двумя группами, двумя сообществами, где я размещаю свой товар Но Юла и Авито и вот подобные платформы, они довольно-таки развиты И в больших городах я считаю, что это достаточно такой хороший способ реализации продукции И поиска клиентов Еще раз обращаю ваше внимание, что нужно Если человек у вас все-таки приобрел какой-то товар Дайте ему возможность выбрать еще что-то То есть посмотреть по каталогу, что он может еще приобрести И также дайте возможность с вами связаться Обязательно оставляйте номер телефона Контакты все свои оставляйте Чтобы человек мог в любой момент именно с вами связаться А не кому-то там искать, где-то вот, искать представителя Так, что дальше? Дальше Что касается розыгрышей Тоже хороший способ реализации продукции Ну вот, кто знает, у меня уже давно, в принципе, вот это работает Этот способ, это розыгрыши Розыгрыши продукции То есть где вы можете быстро, в принципе, реализовать продукцию Ну вот сейчас как-то более так пошло на спад вот этот вот способ Но по зиме многие, кто добавлялся ко мне именно в сообщество Девчонки из ютуба Они знают, что реально очень много продукции реализовывалось Были хорошие проведены розыгрыши, проводились Просто на ура Сейчас, да, немножко есть спад Но я думаю, что это как и в любом, наверное Да и у представителей сейчас тоже немножко спад Продукция хуже покупается, чем, например, она покупалась зимой Так, ну давайте дальше перейдем ко второму блоку Это вопрос, где брать представителей То есть вот у нас бизнес-партнер зарегистрировался И, во-первых, в первую компанию нужно взять четыре представителя набрать А как их набрать, кто его знает, да, тут нужно смотреть Что я делала? Во-первых, это, ну, всегда, мне кажется, у всех Это ваши знакомые, ваши друзья, подруги Во-первых, сам бизнес-партнер, помимо того, что он регистрирует Мужа, например, да, он регистрирует там подругу, еще кого-то То есть регистрирует тех людей, которые ему близки И он в основном, кто бы что ни говорил, делает на эти номера заказы сам То есть, ну, это нужно тоже делать такие, чтобы были большие заказы Чтобы вам в стартап вот этот взять, первый шаг, стартовая программа Я его так называю для бизнес-партнеров Но все равно даже все знакомые когда-то заканчиваются И все равно нужно брать, набирать бизнес-партнеру новых представителей И каким же образом это делать? Если исчерпались все у нас друзья, знакомые, подруги То, что мы делаем, мы идем в соцсети В соцсетях также те же группы одноклассники Вернее, соцсети, да, одноклассники, ВКонтакт, Инстаграм Но вот с Инстаграма у меня как-то не очень идет Расскажу свой опыт по поводу одноклассников Как только я зарегистрировалась в 2019 году в компанию Avon Я заходила в группу, например, там, объявления такого-то района, да Или, ну, там, барахолка такого-то района, какого-то там Который недалеко, в принципе, от меня Но можно тут как-то география-то не ограничена И там писала такие объявления просто следующего содержания Что регистрация в компанию Avon, скидки, акции, подарки, ставь плюс И все Где-то, конечно, это работало Люди действительно ставили плюсы И у меня есть представители, которые с того времени Зарегистрировались в компанию Avon И они до сих пор, до сих пор оформляют заказы То есть вот осенью будет два года, как я бизнес-партнер И они действительно до сих пор регистрируются Вернее, они зарегистрированы, до сих пор они оформляют заказы Но сейчас вот этот способ, он не работает у меня абсолютно Вот абсолютно не работает Я пыталась размещать, но просто ноль Я не знаю, с чем это связано С чем это было связано тогда Но народ шел, реально Это было такое, что народ шел Народ регистрировался Оформляли заказы И с каждым человеком я прям проговаривала Вот когда человек ставил плюс Я писала, что там Здравствуйте, давайте мы с вами созвонимся Я вам все подробно объясню И люди давали свой номер телефона Мы с ними созванивались И практически все Все практически регистрировались Причем все регистрировались с паспортными данными То есть как традиционный представитель Что было дальше Дальше этот метод перестал работать Вконтакте Я начала работать совершенно недавно Вот с инстаграма у меня была одна девочка Она пришла именно на наборы плана Переходим к следующему этапу Следующему способу набора новых представителей Это наборы Avon То есть вы наверное все видели Что у нас в соцсетях появляются такие картинки Где представлен какой-то набор Avon И написана цена Что там вот Цена такая знаете Не очень большая Ну в зависимости от того Какой продукт там изображен Я такие тоже размещаю И на них тоже хорошо идет По крайней мере вот сейчас Неплохо идет набор представителей В декабре Когда вот перед Новым годом Весь декабрь у меня прям был вот на эти наборы Очень хороший набор представителей Было набрано 20 человек Но что хочу сказать по поводу Так скажем Качества этих людей Зачастую это люди Которые оформляют свой заказ Всего лишь один раз Всего лишь один раз Но обязательно нужно таких людей То есть вот доводить их до представительства Скажем так Или хотя бы до клиентства Чтобы они стали клиентами Или прямыми покупателями компании Avon Смотрите что мы делаем Сейчас расскажу просто механику Того как я набираю представителей Именно на вот эти наборы Значит в том же вайбере В какой-то группе объявлений Я размещаю такое объявление Что распродажа наборов Avon Доставка почты Оплата при получении Пишите И скидываю вот эти вот наборы Да То есть сколько там Ну не все конечно Сколько у меня есть Там ну 10 штук может быть Скидываю Может 5 То есть чтобы сильно Как бы тоже не засорять Это могут и удалиться Из этой группы Что тоже было кстати у меня Вам человек пишет Здравствуйте Я хочу заказать вот какой-то набор То есть вы ему пишете Что да Хорошо Доставка 5-7 дней Стоимость доставки 99 рублей Оплата при получении оператора на почте Для отправки нужны ваши данные То есть это фамилия, имя, отчество Дата рождения Адрес с индексом И телефон Человек говорит хорошо Все отправляет данные Я его регистрирую Как традиционного представителя Точнее как экспрессника Да Как экспресс представителя То есть без паспортных данных Потому что я их не просила И говорю Что вам придет Код активации личного кабинета Что я на ваше имя Открою личный кабинет И оформлю вам заказ Придет код активации Личного кабинета То есть это пароль И человек Просто вам Ну отправляет в принципе пароль Вы оформляете ему заказ Он его получает Вы как бы пишете Что я вам оформила заказ Такая-то сумма Предварительная дата доставки Точно такая-то То есть пишете это все Прописываете человеку Да Новому представителю Он пишет хорошо Все получает заказ И пишет вам Все спасибо Я получила заказ Все нормально Тут важный момент Что вы должны Как бы довести человека До именно Вот до представительства То есть до второго заказа Вы ему говорите Что Там Вам Компания В качестве комплимента За ваш заказ Предоставляет Возможность Заказать Комплимент Именно в качестве В виде Туалетной воды Там парфюмерной То есть смотрите Какой был у него подарок Всего за 55 рублей Вам нужно оформить заказ Вот в этом каталоге В таком-то Таком-то там Да На такую-то сумму И у меня Многие люди Так проходили Стартовую программу Просто И до сих пор Вот они прошли Стартовую программу Они до сих пор Оформляют заказ Как бы Вот таким образом Тоже Можно осуществлять Набор представителей Которые Остаются в компании Которые Становятся действительно Качественными Представителями То есть такое тоже Может быть Так Еще что я хотела Сказать Еще хотела Сказать вам О том Что Есть такой Тип Представителей Как Представители Которые пришли Из клиентского Типа Не бойтесь Своих представителей Вернее Своих клиентов Регистрировать В качестве Представителей Потому что Это тоже Очень-очень Такой важный Момент То есть Человек у вас Заказывает Постоянно заказывает 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 Заказы у него Хорошие На большую сумму Но Вы Боитесь Что просто Вот вы потеряете Клиента Хорошего клиента Если вы его Зарегистрируете Не бойтесь Этого Если вы будете Этого бояться То Или Допустим Вы ему Откажете Не дай бог Начнете Отговаривать Его Что там Не надо регистрироваться Что тут Такая Вообще Не знаю Что здесь Такое Регистрируйте Регистрируйте Если человек хочет Если вам нужен Представитель Регистрируйте У вас будут Другие клиенты Это 100% У вас будут Другие клиенты У вас будут Новые Какие-то Люди Которые будут У вас делать Заказы А этот человек Возможно Он будет делать Еще больше Возможно Он станет Представителем Который Реализует Товар Который Продает Товар Вот не бойтесь Никогда Если он Был у меня Такой случай Что девушка Оформила у меня Заказ На большую сумму Я говорю Давай я тебя Зарегистрирую Как раз У тебя На минимальную Сумму заказа Я тебя Зарегистрирую И все Она согласилась Она получила Первый заказ И все Больше она не заказывала Через какое-то время Она снова мне пишет Я хочу тебя заказать Вот тут Вот тут То есть Она снова вернулась Как клиентка Понимаете Вот это тоже Очень важный момент Который нужно Не упустить То есть Либо развить Нового представителя Либо Ну Клиент Так и останется Клиентом Кому-то это просто Неинтересно Получать какие-то Там подарки Идти в воды Еще что-то Кому-то это просто Неинтересно А кто-то Вот будет Собирать огромный Заказ Ради там Двух Миниатюрок Поды Да То есть Вот это Нужно тоже Смотреть И нужно Распознавать Еще хотела отметить Такой момент Что никогда Не делайте Ставки на людей Это касается И представителей И клиентов И бизнес-партнеров Бывает такое То что ты отдаешь Каталог Если касается Клиента Ты отдаешь Каталог Человеку Который работает Там где-то Ну в шестаячей Должности Может еще где-то То есть И ты думаешь Вот сейчас она Мне такой заказ Вообще принесет Сейчас она Столько там На заказывает Ты ждешь 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 А человек Не заказывает То есть Вот это вот Ошибочно Делать ставку На клиента Что ты ожидаешь От него большего А ему это просто Может неинтересно Или ему некогда Или еще что-то Не нужно надоедать Не нужно писать Ты можешь там Один раз написать Здравствуйте Я вам дала каталог Что-то может быть Заинтересовало Все Если он не отвечает Или пишет Что нет Не надо То все Не надо его терроризировать Не надо ему писать Не надо ему там бесконечно Какие-то сообщениями Его закидывать Не надо Все Это не ваш человек Он мимо прошел Забудьте о нем Идите дальше Работайте Ищите других людей Вот Тоже касается И представителей Вам кажется Что этот представитель Будет прям делать Огромные заказы Там то-то То-то Там да Спрашивает Все возможно Все интересуется Всем Потом раз Он делает заказ Тут либо Человек просто Перегорел Ему это стало неинтересно Либо он в другой команде А у вас А вас просто Как говорится Используют Для того Чтобы получать информацию Тоже нужно смотреть И отслеживать И такие моменты Нужно Так скажем Вычислять Так Что я еще хотела сказать Такой есть способ Набора представителей Это заявки от Avon Раньше Очень много Мне приходило заявок От Avon Когда я только Зарегистрировалась И тогда Когда автоматически Система распределяла заявки И если вы в своем регионе Были хорошим Таким наборщиком Скажем так Представители То вам автоматически Приходили заявки От Avon Вот с начала 21 года Мне пришла всего одна заявка Но там какие-то были В компании изменения Что теперь Не компания Сама распределяет заявки А распределяет их Именно Менеджер Менеджер Но менеджер мне тоже Присылает сейчас заявки И я огромную Хочу выразить благодарность За это Что действительно Иногда подкидывают Очень хорошие заявки На которые у меня Приходят Достойные Достойные представители Которые реально Оформляют заказы И идут По стартовой программе И работают Так Про наборы я сказала Так что я еще хотела Девочки вам сказать Что касается Бизнес-партнеров Ну вот Делюсь просто Своим опытом У меня два бизнес-партнера И Один Из этих Бизнес-партнеров Сейчас идет Тоже по стартапу Вроде бы Второй шаг Мы будем надеяться Что мы его Выполним все-таки Второй шаг Стартовой программы Для координаторов Я так ее называю И Все-таки Я считаю Что набор Бизнес-партнеров Это два таких Имеет способа Первый способ Это Люди Которые приходят Из ваших представителей Ну это самый Наверное банальный Самый обычный способ То есть человек Был представителем И тут он хочет Стать бизнес-партнером Второй способ Это набор Именно на бизнес Когда вы человека Приглашаете Уже на бизнес То есть Ты будешь зарабатывать Ты будешь Строить свою команду Понятно Что сразу Одномоментно Ничего не будет И не ждите Того что вы станете Бизнес-партнером И будете получать Огромные деньги Да не будет такого Пока у вас не будет Хорошей большой команды Которая будет Хорошие Большие заказы делать Не будет Прошу прощения Вот так Девочки Ну что еще хочу сказать Это те методы Которые работают У меня Скажите пожалуйста Какие методы Работают У вас Было ли это видео Вам полезным И еще Напоследок Хочу затронуть Такую тему Такой способ Набора И представителей И поиска клиентов Как Работа Оффлайн То есть У нас Есть Такой способ Общения С клиентами И с представителями Как Постоять на улице Кто-то стоит За столиком Кто-то просто Раздает каталоги Этот способ Стар Как мир Просто Стар Как мир Как весь сетевой Маркетинг Наверное Он с этого и начинался Как весь маркетинг С прямых продаж Постоять на улице Раздать каталоги Это все работает До сих пор И мне кажется Сейчас В век Вот этих вот Каких-то Сумасшедшего интернета Сумасшедших Каких-то скоростей Когда все сидят Просто в телефонах Общение Вот так На улице С живым человеком Которого ты видишь Который Можете дать Бумажный каталог Это мне кажется Ну Я не скажу Что это как глоток Свежего воздуха Но это Какое-то разнообразие Это Какая-то Такая вещь Которая Очень заряжает И настраивает Именно позитивно Какой-то Потому что Ты с человеком Пообщался Ты уже видишь Он тебе дал каталог Ты приходишь домой Этот каталог Полистал Ты знаешь Что ты вот с этой девушкой Там да С этим человеком Ты встретишься Ты заберешь У нее заказ Если ты сейчас Оформишь Вот по этому каталогу Какое-то Что-то выберешь Это тоже Хороший способ Не нужно им Пренебрегать И раздача каталогов Это действительно Такая вещь хорошая Я считаю Я помню Когда я училась На втором курсе Института Мы пришли В сетевой маркетинг Это была еще тогда Компания Инфинум Которая затем Объединилась С Фаберлик Компанией И Фаберлик Ее просто поглотила И нас тоже Молоденьких Таких Студентов Студентка Моя подруга была Еще Со мной Нас просто Выгоняли на улицу Мы раздавали Вот эти каталоги И тогда еще Даже были не то Что прям каталог целый Раздавали Листочек С фамилией Там С номером телефона Мы их раздавали Конечно Выхлоп был Вообще нулевой Но это был опыт Именно с того момента Я вот В принципе Там очень много Посетила Таких Тогда это называли Школы Для сетевиков Для таких Ну в общем Школы по развитию Тот же самый Вебинар уже По современному названию Да И там нам говорили Вообще О принципах Сетевого маркетинга О том Как нужно себя вести С представителем С клиентом Вести именно С клиентом себя Что Не нужно Обесценивать Свой труд Самое главное Что не нужно Вот себе Какие слова Использовать Втюхивать товар Впихивать Сбулькала Там Да Вот это вот До сих пор Я вот это не Не использую То есть я реализую Я продаю Я могу сказать Я могу продать Я сегодня продала Я сегодня Вот До сих пор Я не могу Для себя Такие слова Как Втюхала Сбулькала Там Сбагрила Там Да Еще какие слова Можно использовать То есть даже Этот товар У меня лежал Долго Я говорю Я его продала Наконец-то Все Я его там Реализовала Да То есть Даже я не думаю Об этих словах Таких вот Как что Сбулькала Там И так далее Вот Девчонки Я наговорила На 31 минуту Я надеюсь Это видео Будет Хоть кому-то Хоть чуть-чуть Полезным Напишите Используете ли вы Вот такие методы Которые я рассказала Не знаю Обо всем Ли я вспомнила Или нет Но я составляла план Хотя бы Чтобы Все вспомнить Скажите Используете ли вы Эти методы Какие используете вы И Всем вам желаю Хороших Благодарных Клиентов Щедрых Хороших Представителей Хороших заказов Бизнес-партнеров Набирать Перспективных И Всем добра Всем пока-пока